14 марта в Москве прошло открытое первенство детско-юношеской спортивной школы ЦСКА Пудзюдо Кубок памяти заслуженного мастера спорта Михаила Мухамедшина. Неоднократный чемпион мира и Европы, выдающийся тренер, воспитавший много талантливых борцов, Михаил Николаевич в жизни был скромным человеком и отзывчивым наставником. Он, конечно, уникальный человек по личности, по своей. Он всегда мог найти слова ободрения, поощрения. И это было иногда, ну не иногда, а всегда, в основном в тот момент, когда это надо. То есть, когда надо поддержать, он поддерживал. Когда надо поощрять, он поощрял и как-то подбадривал даже. Там всегда подсказывал и помогал не только на ковре, или на соревнованиях, или на тренировках, и по жизни он помогал, и даже и финансово. То есть, было время, когда не было денег, он и финансово помогал мне. Так что, уникальный, конечно, человек. Я рад вас приветствовать в Центральном спортивном клубе армии. Очень знаменательно, что кубов в памяти Михаила Николаевича, заслуженного мастер спорта, чемпиона мира под видом, проходит именно здесь, в этом зале, в котором воспитано, я не боюсь этого слова сказать, огромное количество олимпийских чемпионов, чемпионов мира, под видом и по другим видам единоборства. У вас великолепный был отец. Им можно гордиться. Вы гордитесь? Да, и вы гордитесь, вы помните. Держите вам, всех спортсменов. В турнире приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и других городов России. Возрастная категория участников – юноши 2001-2003 годов рождения, имеющие подготовку не ниже второго юношеского разряда. Соревнования проводились по действующим правилам Международной Федерации дзюдо по данной возрастной категории. В финале встретились команды ЦСКА и столичного клуба «Самбо-70». Их поединок продемонстрировал все самые яркие стороны дзюдо. Дзюдо – такой вид спорта, в котором не только спортивная злость помогает, но и голова, и сердце. То есть, если нормальный спортсмен, он никогда не сделает так, чтобы покалечить партнера. А вот чтобы в сердце было такое мужское хорошее начало. Собственно говоря, оно у них есть. Ну и я так думаю, чтобы ребята были чуть-чуть похожи на Мишу. И этого будет достаточно для того, чтобы быть нормальными, хорошими мужиками. Вот этого нам в последнее время немножко не хватает. Победителем турнира стали юные армейские борцы, которые еще раз доказали, что школа ЦСКА Пуцзюдо по-прежнему является одной из лучших в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова